Рассказывает доктор Басков. 4. Во вторник я приехал в первоуральскую больницу и удивился, увидев, что в приемной сидит следователь Камар. Моя секретарша подозрительно косилась на него. На коленях у него лежал большой темно-желтый конверт. Как только я зашел, он поднялся и протянул мне руку. «Доктор Басков, я хочу кое-что с вами обсудить». «Конечно», — ответил я, слегка растерявшись от неожиданности. «Пойдемте в кабинет». Попросив секретаря предупредить Стругацкого, что наша встреча состоится позже, я жестом пригласил Камара следовать за мной. В кабинете я предложил ему сесть и спросил. «Что-то случилось?» «Извините, что пришел без предупреждения, но я не хотел звонить». «Почему?» Он помахал конвертом, потому что не хотел обсуждать по телефону вот это. «А что это?» «Мы нашли это во время обыска на квартире профессора Константинова. Содержимое его. Достаточно интересное, скажем так». Он протянул мне конверт. Открыв его, я вынул пачку бумаг и несколько фотографий. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, о чем они. «Досье», — произнес я. «Что, простите?» «Да ведь это похоже на то самое досье, о котором говорил Стругацкий». «Так он знает об этом?» «Да, он пару раз о нем упоминал. В последней беседе он рассказывал, как оно к нему попало». «К нему? Так значит, это не Константинову принадлежит?» Я покачал головой. «Судя по словам Стругацкого, эти бумаги принадлежат государству». Я посмотрел следователю в глаза. «Полагаю, именно поэтому вы и не хотели обсуждать это со мной по телефону?» «Да, это улика в нашем расследовании. Я не хочу, чтобы ловкачи из ФСБ прибрали ее к своим рукам. По крайней мере, не раньше, чем мы сами разберемся, что к чему». Я пролистал документы. «Ваши люди уже проверили их?» Он понял, к чему я клоню. «Да, документы не подделка. Наши эксперты подтверждают, что это оригиналы. Судя по бумаге, чернилам, шрифтам, печатям, терминологии, все подлинное. Здесь также прилагался ключ и шифр к сейфу в Уралпромстройбанке. Сейф мы проверили, но он оказался пуст. Да, Стругацкий говорил об этом ключе и шифре. А он не рассказывал, что было в сейфе?» «Нет, еще не рассказал. Комар подождал, пока я рассмотрел все фотографии, после чего спросил». «Ну и как продвигается ваше наблюдение Стругацкого?» «Я вкратце рассказал о своих выводах на данный момент и поделился своей убежденностью в том, что милиции, возможно, предстоит столкнуться в лесу с весьма странными вещами. Я постоянно с ними на связи, но пока они не обнаружили ничего странного». «Может быть, они не там ищут?» – сказал я, показывая на карту с пометками. «Вполне может быть. Поэтому я сделал копию карты и передал им с курьером». «Почему было просто не отсканировать и отослать по электронной почте?» Комар усмехнул скриво. «По той же причине, по которой я не захотел обсуждать это по телефону». «А, да, конечно. А как насчет Стругацкого? Вы хотите, чтобы я продолжал его наблюдать?» «Да, будьте так добры. Ведь мы до сих пор не знаем, что произошло с Константиновым и остальными. Имеет ли Стругацкий к этому какое-либо отношение?» «И нам нужно это узнать как можно скорее, доктор». «Я понимаю вашу нетерпеливость. Поверьте мне, я на вашей стороне. Но я не могу потребовать от него рассказать все, что он знает. Это правила судебно-психиатрической экспертизы. Если я начну давить, он попросту замкнется и замолчит». Комар вздохнул. «Хорошо, доктор. Будем придерживаться ваших правил. Я одобрительно кивнул и еще раз взглянул на документы, разбросанные по всему столу». «Невероятно», — бормотал я. «Я хочу сказать, что если они в самом деле настоящие, то там и правда творится что-то странное, что-то неизвестное». Я поднял глаза на комара. «Можно мне сделать копии?» Он кивнул. «Но на вашем месте я бы никому об этом не говорил. А по окончании дела настоятельно рекомендую все уничтожить». «Понял». Я закрыл папку и провел пальцем по символу, изображенному на ней. «А вы что-нибудь знаете о проекте?» «Сварок». Комар покачал головой. «Ничего. Но обязательно узнаю». Он сделал паузу. «Вы планируете рассказать Стругацкому о том, что мы нашли эти материалы?» «Безусловно. Во-первых, он сам был уверен, что вы рано или поздно их найдете. А во-вторых, мне очень интересно посмотреть на его реакцию». «И почему же?» До сих пор он был вполне спокойный и хладнокровен. Было несколько моментов ухода в себя, и несколько раз он казался безумно напуганным. Но большей части ему удалось сохранить самообладание. И мне было трудно установить, насколько вероятна его виновность в исчезновении товарищей. Он сразу же заявил мне, что мы считаем его сумасшедшим и думаем, что он их всех убил. И он ведет себя соответственно этому предположению. «Будет интересно посмотреть, как изменится его поведение, когда я скажу, что у нас в руках оказались улики, доказывающие его невиновность и здравость рассудка. А вы можете предположить, как именно изменится его поведение?» «Увидим», — ответил я на это. Стругацкого я застал шагающим взад-перед по палате. Он сразу же подошел к креслу и уселся, выжидающе посмотрев на меня. «Виктор, извините, что пришлось отложить нашу встречу», — сказал я ему, занимая свое привычное место, устала. «Все нормально, доктор, все хорошо. У меня была очень веская причина. Уверен, что так оно и есть. У меня был посетитель. Старший следователь по делу Станислав Камар. Стругацкий выпрямился в кресле». «Правда?» «Милиция нашла досье, о котором вы говорили». Несколько секунд он смотрел на меня с ничего не выражающим лицом. «Хорошо», — наконец произнес он. «Вы его прочитали?» «Просмотрел». «Значит, Камар приходил прямо сюда». «Да, он только что ушел». «Вы понимаете, что он подвергает вас опасности? Тем, что он показал мне досье?» «Да». «Правительство не желает, чтобы кто-то знал о происходящем». «Камар хочет докопаться до правды, Виктор. И я тоже хочу». «А вы уверены, доктор?» — спросил Стругацкий, подаваясь вперед. «Вы абсолютно в этом уверены?» «Это моя работа, и следователь Камара тоже». Стругацкий кивнул. «Хорошо. Ладно». «Виктор, можете мне что-нибудь рассказать о проекте «Сварок»?» Стругацкий едва заметно вздрогнул, потупил взгляд и ничего не ответил. «Я решил не давить на его, ну, по крайней мере, сейчас». «Ладно. Расскажите тогда о Веронике Ивашовой». Реакция Стругацкого удивила меня. Опустив голову, он начал всхлипывать. Слезы эти появились неожиданно и, несомненно, были вызваны упоминанием имени этой женщины. Я терпеливо выжидал несколько минут, глядя на его вздрагивающие плечи, пока он придет в себя. Ему потребовалось несколько минут. Я вытащил из кармана платок и протянул ему. «Извините, Виктор», сказал я, когда поток слез наконец-то прекратился. «Ника», — произнес он, качая головой. «Ника». Я наклонился к нему. «Расскажите о ней, как она?» «Как она оказалась втянута в эту историю?» — договорил Стругацкий, глядя на меня покрасневшими глазами. Вздохнув, он успокоился. «Вы с Угрозовским пытаетесь выяснить, убивал я или нет?» «Я их действительно убил, доктор. Ни прямо, ни собственными руками. Но именно я заварил всю эту кашу. Я попросил Нику помочь мне. И я отнес досье Вадиму. «Расскажите мне о ней», — настойчиво попросил я. Вздохнув, Виктор сказал. «Ладно». Глава седьмая. Виктор снова позвонил Веронике в девять утра. Слава богу, она ответила уже после третьего гудка. «Как прошло свидание?» — спросил он. «Тебя это вообще-то не должно касаться. О чем ты хотел спросить?» «Мне бы не хотелось говорить об этом по телефону. Может быть, мы встретимся сегодня в первой половине дня, кофе выпьем?» Она вздохнула. «Ладно, встретимся через час у Якова». «Спасибо, Ника». Она отключилась. «Коротко и ясно», — пробормотал он. Кафе-бар Яков находился в двадцати минутах ходьбы от дома Виктора. Так что у него было сорок минут в запасе. Он не знал, чем заняться, а слоняться без дела по улицам не хотелось. Даже если тот старик был его благодетелем, вдруг еще кто-то осведомлен о том, что он занимается делом по перевалу Дятлова, он решил направиться прямиком к Якову и подождать там. Это было одно из их любимых мест в ту пору, когда они встречались. Интересно, почему Ника выбрала именно это кафе? Как намек на их разрыв? Как еще одну возможность ткнуть его носом или просто, как известно, им обоим место? Он склонился к первому варианту. Закрыв досье в шкафу для документов, Виктор вышел из дома и поспешил в кафе. Он ожидал увидеть старика, который будет прогуливаться и делать вид, что рассматривает витрины. Но его не было. Кафе в этот ранний час было полупустым, и Виктор без труда нашел уединенный столик в глубине. Он заказал кофе и стал ждать. Вероника пришла ровно в десять, как и договаривались. Окинув быстрым взглядом кафе, отыскивая Виктора, заметила его, не улыбнулась, не помахала рукой, только кивнула. Подошла к нему и села, положив свою большую сумку на свободный стул между ними. — Спасибо, что пришла, Ника. Она заказала чаю, проходившую мимо официанта. — Хорошо выглядишь. Он отметил, что она подстриглась короче и немного похудела. В ее миндалевидных карих глазах мелькнула холодная отстраненная насмешка. Она скупо улыбнулась. — Спасибо. — Как поживаешь? — Хорошо. Так что ты хотел? Она явно не была настроена на дружескую беседу, за что он и был ей очень благодарен. — Я хочу попросить тебя об одной услуге. Ты уже вчера говорил. Что конкретно? — Мне нужно, чтобы ты нарисовала портрет человека по моему описанию. Официант принес ей чай. Она принялась дуть на него, задумчиво глядя на Виктора. — Значит, нарисовать? — Мужчину, которого я видел. Я хорошо запомнил его лицо. Так что это наверняка будет нетрудно. — А зачем тебе его портрет? Что-то случилось? Виктор засомневался, стоит ли посвящать ее в это дело. Вероника вожидающе смотрела на него, отхлебывая чай. — Ника, я думаю, что чем меньше ты знаешь, тем будет лучше. Она чуть не поперхнулась и еле сдержалась, чтобы не расхохотаться, притворно прикрыв рот рукой. — Давай без этой фигни, Вить. Что там у тебя? — Возможно, я в опасности. — Хм, а дальше? Ты криминальный репортер, это входят твои служебные обязанности. Или ты расскажешь мне, в чем дело, или я пошла. Он улыбнулся. — А ты не изменилась. — А что, должна была? Мы расстались несколько месяцев назад. Тебе кажется, что это такой большой срок? Разговор стал отклоняться в сторону, которая ему так или иначе совсем не хотела скасаться. Поэтому он нагнулся к Нике и, понизив голос, сказал. — Ты когда-нибудь слышала о трагедии на перевале Дятлова? — Она удивленно вскинула брови, как делала всегда, когда он ляпал что-нибудь неожиданное и глупое. — Да, — произнесла она, секунду помедлив. — Слышала. — Правда. Все, кому хоть что-нибудь известно про Свердловскую область, знают об этом случае. — А вот я, например, не знал. Она ухмыльнулась. — Хм, ну да. Он вздохнул. В любом случае у меня в руках оказались кое-какие документы, которые могут пролить свет на загадочную смерть группы Игоря Дятлова. Вероника посмотрела на него молча, кивнула и поставила чашку на стол. — И что же это за документы? — Просто документы. — Витя! — Ладно, ладно. Это медицинские отчеты, металлургическая экспертиза. Все в таком духе. — И как же они к тебе попали? — Вот поэтому-то я и хотел с тобой встретиться. Он рассказал ей о том, как за ним следил старик, о том, как он попытался его сфотографировать, и о том, как кто-то оставил документы в его почтовом ящике, взломав замок. Он закончил, и Вероника снова принялась прихлевывать чай, видимо размышляя. Наконец она сказала. — Ты же знаешь, что велось официальное расследование происшествия. Но не вся информация была обнародована. — Точно. И я полагаю, что у меня находится как раз та самая недостающая информация. Я встречался с Вадимом Константиновым. Он годами собирал материал по этому делу. И мне нужно, чтобы ты нарисовала старика по моему описанию. И я смог показать рисунок Константинову. — Чтобы посмотреть, опознает он его или нет? — Да. — Именно. — А что, если опознает, и вы выясните, кто этот человек? — Я постараюсь с ним связаться. — Чтобы тебя арестовали или еще хуже? — добавила Вероника. — Послушай, Витя, если эти документы настоящие, они попали к тебе нелегально, а ты еще собираешься лезть на рожон. — Он пожал плечами. — Ты ж сама сказала. — Я криминальный репортер. — А почему тебя интересует это дело? — Ты по нему статью пишешь? Он кивнул в ответ. — В газете дела у меня не ахти. И, похоже, это мой последний шанс сделать что-то качественное. Иначе Максимов на дверь мне покажет. — Он знает о документах? — Нет. — Я еще никому не говорил. Вероника посмотрела на него, промолчав. — Ну так что? — произнес он через пару секунд. — Ты мне поможешь? — А что в этих документах? — Разгадка происшедшего? — Я не уверен, честно ответил он. — Но в них какие-то невероятные подробности. — Например? — Например, несколько фотографий, судя по которым, Дятлов с группой провели какое-то время в лесу, недалеко от последнего лагеря на халат Сяхыл. И, похоже, они обнаружили там что-то очень странное. Он написал, что было на фотографиях. — Сделал он это, разумеется, вопреки желанию. Но Вероника умела настоять на своем. Он не сомневался, что она просто встала бы и ушла, откажись он говорить. Она была просто фантастически любопытна. Поэтому Виктор постоянно шутил, что это ей надо быть репортером, а не ему. Вероника молча слушала, глядя ему прямо в глаза. Когда он закончил свой рассказ, она выдохнула. — Боже мой, ты прав, это абсолютно новая информация. И все эти находки, инсталляция, котел... На Урале ничего такого раньше не встречали. Виктор поискал глазами официанта, чтобы заказать еще кофе. Но, услышав последние слова Вероники, он повернулся к ней, нахмурившись. Как-то странно прозвучала эта фраза. — На Урале не видели? — переспросил он. — Что ты хочешь этим сказать? — Что где-то в другом месте. — Видели? — Видели. — По крайней мере, если судить по рассказам. — Что за рассказы? — О чем ты говоришь, Ника? — Ты помнишь Евгения? Он задумывался на несколько секунд. — Евгения? Это который мент? Твой друг? Евгений работал в визе. — Виктор видел его несколько раз, полгода назад. Она кивнула в ответ. — Евгений увлекается историей. Непрофессионально, конечно, и особенно неразгаданными историческими тайнами. Это, можно сказать, его хобби. В свободное время он что-нибудь да исследует. Говорит, что когда-нибудь напишет обо всем этом книгу. В общем, он мне рассказывал об инсталляции в Сибири. — А где конкретно? Ну, большей частью в Западной Якутии. Народности, проживающие там, называют это место Долиной Смерти. И стараются избегать его. Они описывают некие странные железные дома в глубине тайги. Евгений говорит, про эти штуки уже сложены легенды. — А их вообще кто-нибудь видел? — спросил Виктор. — Сомневаюсь. Была пара экспедиций в тот район, но никаких бесспорных доказательств существования этих инсталляций не нашли. На самом деле, местность такая неизведанная, дикая. Ничего, кроме густых лесов, зимой покрытых снегом, а летом одни болота и мошкара. Не уверен, что кому-то со стороны удавалось как-нибудь... Не уверен, что кому-то со стороны удавалось когда-нибудь обнаружить эти инсталляции или материальные доказательства их существования. Она улыбнулась. А вот сейчас их нашли в районе Халат-Сяхыл. Она улыбнулась еще шире. — Невероятно. Представляю, когда Евгений узнает об этом... — Да ты сумасшедшая! — прервал ее Виктор, но вышло слишком громко. Так что некоторые посетители кафе оглянулись на них. Поэтому он понизил голос до шепота. — Ему нельзя об этом говорить. Ника, я уже и так, может быть, нарушил десяток статей просто потому, что имею на руках эти чертовы документы. А ты хочешь рассказать об этом менту? Она поморщилась. — Извини, я не подумал. Ты прав. Конечно же, ему нельзя говорить. Тут я очень сглупила. — Да ничего, ничего. Но мне действительно нужно быть очень осторожным. Он задумывался на секунду. — Может быть, Константинов знает что-нибудь об этих так называемых инсталляциях? Я могу спросить его при следующей встрече. — И когда же она будет? — Скоро. В общем, Ника, я тебе рассказал все, что знаю. Поможешь мне? Ника потянула за своей сумкой, достала оттуда большой блокнот для набросков и карандаш. Она пролистала блокнот до чистого листа, и Виктор успел заметить зарисовки городских видов. Очень красивые. Он бы с удовольствием рассмотрел их получше. Не в первый раз он позавидовал таланту Ники. — Ну, начинай, — скомандовала она. Через десять минут она развернула блокнот к нему и показала результат. — Ника, ты гений! Ника с поразительной точностью воспроизвела старика. — Ну и когда ты увидишься с этим Константиновым? — Сегодня. — А не против, если я присоединюсь? Его удивленное лицо было так красноречиво, что она улыбнулась. — Присоединишься? — Переспросил он. — Я бы очень хотел встретиться с ним. — Зачем? — Зачем? Ты что, правда не понимаешь? После всего, что ты мне тут нарассказывал? Первым побуждением Виктора было сказать «нет». Он не собирался впутывать Веронику. Он и сам играл с огнем, держа у себя секретные государственные документы. Он понятия не имел, что вообще будет дальше. Но если дело выйдет дрянь, то ему бы не хотелось тянуть ее за собой. Он все еще сильно ее любил. Он попытался все это ей объяснить. Но она только рассердилась. — Ну это просто свинство. Ты являешься со своим звонком, как гром среди ясного неба. Просишь помощи. А когда я тебе помогла, все, спасибо и пока. Так что ли? — Все совсем не так, Ника. — Именно так. Ты что, не понимаешь, что происходит? — В том-то и дело, что я не знаю, что происходит. Я понятия не имею. И все это может оказаться очень опасным. А может быть сенсацией, которая взорвет мир? — Конечно. Если раньше эта сенсация не взорвется под твоими ногами. Вероника сердито посмотрела на него, потом схватила набросок и, зажав его между двумя пальцами, помахала у Виктора перед носом. Как сахарной косточкой перед дворовым псом. — Ну что, Витя, тебе это нужно или нет? Если нужно, то и меня придется взять в придачу. Он вздохнул. — Черт возьми, Вероник, поверить не могу, что ты так поступаешь. — А ты поверь. — Неужели ты не видишь, что я пытаюсь защитить тебя? — Один человек уже точно меня выследил и знает, где я живу. И неизвестно, кто еще мной интересуется. Я не хочу тебя впутывать. А ты уже впутал. И ведь это было правдой. Виктор вдруг запоздал и понял, что не стоило назначать встречу в людном месте. Нужно было попросить ей прийти к нему домой или встретиться у нее. В тот момент он очень надеялся, что никому из них не придется заплатить за эту ошибку. Тогда или нет, решай уже. Он взял набросок у нее из рук, медленно и аккуратно его свернул и положил в карман пальто. — Хорошо, — произнес он. — Но сначала нам нужно зайти ко мне, взять досье и ключ. — А что за ключ? Он был приклеен внутри конверта вместе с кодом сейфа, в Уралпромстройбанке. Есть какие-то догадки, что в сейфе? Пока никаких. Идем. Глава восьмая. — Не ожидал увидеть вас так скоро, — сказал Константинов. — Да еще и в такой очаровательной компании. — Это моя подруга, Вероника Ивашова, — ответил Виктор, чувствуя небольшую неловкость, словно бы он пытался войти на вечеринку, на которую его никто не приглашал. Впрочем, ощущение-то тут же улетучилось, ведь именно он принес на эту вечеринку изысканное лакомство. Константинов пропустил их в квартиру, успев смирить Нику едва заметным оценивающим взглядом. Закрыл дверь и протянул ей руку. — Очень приятно. И мне тоже, — ответила она, улыбнувшись. — Вадим, я и сам не ожидал, что приеду так скоро, но вчера случилось нечто, и... — И мне нужен ваш совет. — Да, — откликнулся Константинов, жестом приглашая их в комнату. — И что же случилось? — Со мной на связь вышел кто-то, знающий очень много о трагедии на перевале Дятлова. Константинов попросил их сесть, но сам остался стоять, скрестив руки на груди. Он смотрел то на Нику, то на Виктора, сильно хмурясь. — А кто вышел с вами на связь? — Я не знаю. И Виктор повторил историю, только что рассказанную Нике в кафе. — Я описал этого человека Вероники, она очень талантливый художник, и ей удалось нарисовать его. Виктор вынул из кармана набросок и протянул Константинову. Тот быстро развернул его, нахмурился еще сильнее и шепотом произнес. — Боже мой, это же Лишин. Виктор сдвинулся на самый краешек стула. — Вы его знаете? — Я видел его только раз, — тихо сказал Константинов. — Это Эдуард Лишин. Он посмотрел на Нику. — Виктор прав, у вас невероятный талант. — Спасибо, — ответила она, встретившись с ним взглядом. Все это время она с неподдельным интересом разглядывала комнату. — А лет двадцать, наверное, назад я с ним встречался. — Но вы так хорошо его нарисовали, что сомнений быть не может. Это... Это Лишин. — Вы можете о нем рассказать? — спросил Виктор. — Константинов присел напротив. Раньше он служил в КГБ. К расследованию этого случая в 1959 году его подключили в самом начале, чтобы он докладывал о его ходе Свердловскому обкому партии. Но вообще он осуществлял контроль, работая на Москву. Тогда ему было лет тридцать пять. Он ушел в отставку незадолго до падения Берлинской стены и с тех пор, как мне казалось, жил тихо и неприметно. По правде говоря, я думал, что он уже умер. — Ха, как бы не так, — ответил Виктор. — Жив-здоров и бегает за мной по всему Екатеринбургу. — Вы сказали, что он с вами связался. Очевидно, не напрямую, иначе бы вы знали, кто это такой. — Так как же вы общаетесь? — Вчера кто-то положил мне в почтовый ящик документы. Думаю, это был Лишин. Константинов встрепенулся. — Документы? Виктор протянул ему конверт. Константинов без единого слова взял его и открыл. Он несколько оторопел, увидев ключ, потом принялся внимательно и не спеша изучать фотографии. При виде инсталляции у него вырвался возглас изумления. — Вероника говорит, что подобные штуки видели и в других местах, — сказал Виктор. — В Западной Якутии, например. Они хорошо известны коренному населению. — Она права, — ответил Константинов очень тихо, еще раз перебирая фотографии. При этом он качал головой, как будто не мог поверить тому, что видел. Виктор его прекрасно понимал. — У вас есть какие-нибудь соображения, что это может быть, профессор? — спросила Вероника. — Пожалуйста, называйте меня Вадим. Попросил он, не глядя на нее, но на вопрос так и не ответил. Тогда вмешался Виктор. — Что бы это ни было, оно существует не только в Якутии. — Вы когда-нибудь слышали о подобных находках здесь, в области? — Нет, не слышал. Но вот легенда о них изучал. Профессия моя такая, сами понимаете. — А что вы можете о них рассказать? Константинов отложил фотографии в сторону и начал листать бумаги. — Виктор, может, сделайте нам кофе? Все необходимое на кухне. Улыбнувшись, Виктор ответил. — Конечно. Он понимал, как Константинову не терпится прочитать эти документы после стольких лет безуспешных поисков разгадки таинственной гибели группы Дятлова. — Ну, я с тобой, — сказала Вероника. Вместе они нашли кухню и сделали то, о чем просил Константинов. Пока варился кофе, они расставили на подносе чашки, так и не сказав друг другу ни слова. Да и не хотелось ничего говорить, по крайней мере в ту минуту. Они ожидали реакции Константинова на принесенные ими материалы. Ожидали, словно некого вердикта или приговора. Было странное предчувствие, что от истины их отделяет один момент. Только со временем Виктор понял, насколько верным было это предчувствие. Они вернулись в комнату с подносом. Константинов сидел в глубоких раздумьях. — Итак, — сказал Виктор, усаживаясь напротив него. Ника налила для них кофе. — Что вы об этом думаете? — Думаю, это первый реальный прорыв в исследовании. За столько-то лет первый прорыв. Документы, без сомнения, настоящие. И они рассказывают случай на перевале Дятлова с той стороны, о которой никто, кроме КГБ, даже не подозревал. — Спасибо, что показали мне их, Виктор. — Я больше и не смог бы их никому показать. Разве что Юрию Юдину. — Юрию? — почти шепотом повторил Константинов. — Он и я единственный, кто остался. И он замолчал. Виктор повторил свой вопрос. — Что вы можете рассказать, Вадим? Эти инсталляции, котлы, что это? Кто их сделал? Зачем? — Константинов улыбнулся. — Боюсь, на эти вопросы у меня нет ответа. Но я могу рассказать, что по этому поводу говорится в преданиях и легендах Якутии. Расскажите, может быть, это пригодится? — Да, возможно. Я всю жизнь исследую фольклор нашей страны, зарубежной, и всегда поражался, находя в нем параллели с современными реалиями и загадками, на которые так упрямо закрывает глаза наша консервативная наука. Возьмем легенды народов Якутии. В них содержится множество упоминаний странных взрывов и огненных шаров. Шаров? Именно. Многие такие легенды уходят корнями к непонятным объектам, которые видели пастухи-оленеводы в районе Елюью-Черки-Чех, Долине Смерти. Эти объекты очень напоминают то, что запечатлено здесь на одной фотографии. Первый шар появился давным-давно, много веков назад. Это событие нашло отражение в эпических поэмах Алан-Хо, повествующих о том, как великая тьма опутала всю землю, поднялся страшный ураган, и молния зажгла все небо. Когда тьма рассеялась, люди увидели огромный круг выжженной земли. В центре него возвышалось некое сооружение, издававшее странный пронзительный гул. В течение нескольких недель сооружение это постепенно уходило под землю, пока не исчезло совсем, оставив после себя большую вертикальную шахту. Временами у жерла этой шахты видели парящий объект, который пастухи называли вращающимся островом. Особо любопытные люди отваживались заходить на эту территорию, но назад уже не возвращались. Много лет спустя там произошло сильнейшее землетрясение. Появился огромный огненный шар, который скрылся за горизонтом в направлении земель соседнего племени и произвел там свое разрушительное действие. Поскольку это племя было враждебно якутам, они решили, что шар их демон-защитник. Его назвали Нюргун-Баатур, что значит огненный удалец. Еще много лет прошло, и появился еще один огненный шар из земли в том самом месте, откуда выросло и ушло обратно под землю странное сооружение. Он взорвался, вызвав землетрясение и превратив землю вокруг в гиену огненную. Вращающийся остров вернулся и кружил над пожарищем. Якуты и соседнее племя в ужасе бежали от воцарившегося хаоса. У многих позже начались странные болезни. Еще через 600 лет из земли снова появился шар, после которого небо разорвалось на части. Его Воланхо называют Уот-Усуму Тонг-Дурай, что значит преступный пришелец, продырявивший землю и укрывшийся в глубине огненным смерчем, уничтожающий все вокруг. В глазах якутов все эти явления, естественно, приобрели человеческие черты. Тонг-Дурай стал антигероем, а Нюргун-Баатур – защитником народа. В одном из эпизодов Воланхо огненный удалец выходил из-под земли, чтобы вступить в битву с преступным пришельцем. Но началось все с появления странного сияющего сооружения, которое потом ушло под землю. Константинов постучал указательным пальцем по фотографии с инсталляцией. Я думаю, что вот это вполне может быть таким же объектом, о котором говорится в якутском эпосе. На сегодняшний день якуты называют его алгуй – котлы, и хельдью – железные дома. А кроме якутов их кто-нибудь видел? Есть несколько историй о том, что современные путешественники натыкались на них случайно, ответил Константинов. Некоторые звучат довольно правдоподобно, должен заметить. Некий Михаил Корецкий заявлял, что побывал в Долине Смерти три раза в период с 1933 по 1947 год. Во время этих путешествий он видел котлы диаметром 6,9 метров, частично углубленные в землю. Растительность вокруг них казалась странной, более бурой. Трава была вдвое выше человеческого роста. Листья лопуха просто гигантские. Он утверждал, что он и его товарищи переночевали в одном из котлов. Сама ночь прошла без происшествий, но в течение следующего месяца у одного из его спутников выпали все волосы, а у самого Корецкого на щеке образовались два нарыва, которые так и не зажили. По-видимому, у них развилась та самая странная болезнь, о которой говорят якуты в своей поэме, сказала Вероника. Константинов слегка улыбнулся ей. Вы тоже заметили, да? Неужели нет никаких версий об этих котлах? Спросил Виктор. Легенды и эпосу Якутов занимательнее. Но как-то не верилось, что кроме них, до неподтвержденных рассказов путешественников, ничего нет. Наиболее интересная версия, к сожалению, выглядит наименее достоверной. Ответил Константинов. Ее выдвинул российский уфолог Валерий Уваров. Он полагает, что инсталляции котлы связаны с мощной электростанцией глубоко под землей. С электростанцией? Но зачем она там? Чтобы защищать планету от опасностей, грозящих из неизведанного космоса. И кто же ее соорудил? Константинов пожал плечами. Возможно, инопланетяне. Возможно, древние неизвестные нам цивилизации высокоразвитых людей. Виктор покачал головой. Извините, Вадим, но я даже с оговорками не решусь в это поверить. Константинов слабо улыбнулся. Я же сказал, что это наименее правдоподобная версия. Однако, смотрите, согласно гипотезе Уварова, этот оборонный комплекс, называйте его как угодно, в 1908 году сбил Тунгусский метеорит, прежде чем тот достиг поверхности Земли. Также он взорвал Чулымский метеорит в 1984 году и Витимский в 2002 году, а якутские легенды рассказывают, что из шахты, куда ушло сияющее сооружение, вырывались огненные столбы, которые обрушиваются на сильных врагов, прилетающих с неба. То есть вы думаете, что в этих легендах описываются падения метеоритов, разрушенных в атмосфере? – спросила Вероника. – Я всего лишь говорю, что такая возможность существует. Очень маловероятная, но все-таки возможность. Взгляд Виктора упал на документы, лежащие на журнальном столике. И он сказал. Если в КГБ знали о якутских инсталляциях и котлах, а они определенно про это знали, раз назвали объект, обнаруженный в окрестностях Халат-Сяхыл, тем же словом – котел, тогда они должны были послать туда экспедицию, чтобы его исследовать. Возможно, поэтому территория в этом районе в течение нескольких лет после трагедии на перевале и была запретной зоной. – Может быть, это и есть проект Сварог? Константинов взял один из документов и снова углубился в его изучение. – Я никогда раньше не видел этот символ, – сказал Виктор. – В нем может быть подсказка. – Вы знаете, что это? – Да, – ответил Константинов. – Правда? Константинов подошел к стеллажам и достал с полки толстую книгу в кожаном переплете, открыл на какой-то странице и передал ее Виктору и Веронике. Там была репродукция деревянной резьбы. Она выглядела довольно примитивно, но изображение в точности совпадало с символом проекта Сварог. – Это, – прокомментировал Константинов, – символ Перуна. Виктор нахмурился. – Перуна? Бог грома и молнии в славянской мифологии. Аналог скандинавского Тора. Но, в отличие от Тора, Перун был высшим божеством для древнеславянских племен, так что в этом отношении его следовало бы сравнивать с Одином. Так или иначе, этот символ часто вырезался на кровельных стропилах деревянных домов для того, чтобы защитить их от попадания молнии. Кстати, предположительно, его круглая форма символизирует шаровую молнию. Виктор бросил на Константинова быстрый взгляд. – Шаровую молнию? – Кстати, – переспросила Ника. Константинов тоже посмотрел на Виктора и того осенило. – Боже мой, вы думаете, что здесь есть какая-то связь? – Простите, – перебила Ника. – Шаровая молния? – О, извините меня, – поспешно ответил ей Константинов, присаживаясь рядом. По своей сути, шаровая молния – это слабо изученное атмосферное явление, иногда связанное с грозой. Это не обычная молния, которая разряжается в долю секунды. Шаровая молния может существовать несколько секунд. Ее форма тоже остается загадкой. И, как подсказывает название, представляет собой шар. – Шар, – отозвался эхом Виктор. – Шарами были и те непонятные объекты, которые видели студенты-географы в ночь гибели группы Дятлова. – И здесь тоже шар. Он поднял, показывая всем фотографию с подписью «Возможно, летающий шар». – Хорошо, – сказала Ника. – Мы знаем, что означает это символ, хотя нам неизвестно, почему выбран именно он. – А сварок? – Это божество неба в древнеславянской мифологии, – ответил Константинов. – Вероника вздохнула. – Кто бы ни стоял за этим свароком, они определенно увлекаются языческой мифологией. – Да, – пробормотал Константинов. – Да, увлекаются. – Во всяком случае, – сказал Виктор, – не похоже, что они нашли какую-то разгадку. А может, нашли, но не включили ее в досье? Константинов посмотрел на него в задумчивом молчании, а затем произнес. – Думаю, мы и так получили предостаточно. – Но ведь, может быть, и больше. Вы знаете, где живет этот Эдуард Лишин? Константинов скинул брови и рассмеялся. – Зачем? – Вы что, думаете заглянуть к нему домой и попросить оставшуюся часть архива в КГБ? – Да, – просто ответил Виктор. – На вашем месте я бы не стал этого делать, даже в мыслях. – А почему нет? – В конце концов, это же он связался со мной. – Да, и я бы сказал, что вам крупно повезло, что вы до сих пор живы и свободны. Возможно, Лишин имел доступ только к этим документам, а возможно, ко всем, но вам передал только то, что счел нужным. – Не испытывайте судьбу, Виктор. – А может быть, он собирается передать все остальное тебе позже? – Виктор, – предположила Вероника. – Возможно, – согласился Константинов, – но я бы на это не рассчитывал и, конечно же, не стал бы давить на Лишина. – Я всего лишь пытаюсь понять одну вещь, – сказал Виктор. – Почему Лишин передал досье именно мне? Почему не вам? Ведь вы официально занимались случаем на перевале Дятлова. Разве не вы самая подходящая кандидатура, чтобы получить эту информацию? – Я тоже так думаю, – ответил Константинов. – Единственное, что могу предположить, – Лишин подозревает, что за ним следит ФСБ, и светиться со мной для него рискованно. Но я видел его прямо у вашего дома. Если бы за ним была слежка, он бы даже близко не подошел к этой улице. – Если бы только не почувствовал, что риск того стоит, – предположил Константинов. – Видимо, он пытался навести вас на мысль связать его появление с фондом Дятлова. – Но к чему все это? – спросила Вероника. – Почему бы просто не оставить досье в почтовом ящике? Зачем вся эта шпионская мишура? – Могу назвать, предположительно, две причины, – ответил Константинов. – Первое. Он знал, что Виктор либо сфотографирует его, либо опишет мне, а я его опознаю и дам подтверждение, что он работал в расследовании на перевале Дятлова. Это докажет, что переданы им документы подлинные. Второе. Алишин всю свою жизнь был агентом КГБ. И вся эта шпионская мишура, как вы выразились, всего лишь менталитет таких людей. Вы должны понимать, что у разведчиков мозг работает особым образом. Интригански, изощренно и запутанно. В каком-то смысле для агентов их работа сродни сложной игре. Илишин, даже будучи уже стариком, не исключение. – А есть еще одна версия, – сказал Виктор. Вероника бросила на него быстрый взгляд. – И какая же? – Алишин не хочет просто исчезнуть в безвестности. Возможно, это досье – оставленная нам визитная карточка. И он действительно намеревается открыть что-то еще. – Вадим, – обернулась Вероника Константинову. – Вы говорили, что однажды встречались с ним. Как это случилось? – Его имя всплыло во время моего расследования, – ответил Константинов. – Я связался с ним в начале девяностых. И хотя он согласился встречаться со мной, никакой полезной информации я от него не получил. Однако у меня возникло впечатление, что он знает гораздо больше, чем говорит. Что он борется со своей совестью и хочет рассказать больше, но… но не может. По крайней мере, тогда не мог. – А теперь совесть победила? – сказала Вероника. – Или, возможно, появилось некое неизвестное нам обстоятельство, побудившее его к действию, – предположил Константинов. – Неизвестное обстоятельство? – переспросил Виктор. – А что вы хотите сказать? Константинов взял фотографию с изображением инсталляции и задумчиво посмотрел на нее. – А вас не удивляет, почему раньше никто этого не видел? – спросил он. – Я не понимаю, о чем вы. – Подумайте, Виктор. Тогда, в 50-е, как мы все знаем, это место было очень популярно среди поклонников спортивного туризма. Да и со времени трагедии прошло 50 лет. В тех местах побывала масса людей. Почему никто этого не видел? Не сообщил об этом? Или о других явлениях, с которыми столкнулась группа Дятлова. Виктор попытался ответить, но догадок не было. Он беспомощно замотал головой. Никаких мыслей. Но вы правы. Кто-то должен был заметить инсталляции и рассказать об этом. А Тартены, Халат-Сяхыл, удаленные места, но не настолько же. Он вспомнил якутские легенды о странных объектах, уходящих под землю и появляющихся оттуда. «А что если…» Начал он и осекся. «Продолжайте», – попросил Константинов. «Вообще есть три возможности. Первое. В течение 50 лет после случая с группой Дятлова, и бог знает сколько лет до него, эти объекты в районе Халат-Сяхыл просто никому не попадались на глаза. Но это вряд ли, если эти штуки там действительно существуют. Вторая возможность – кто-то их видел, но не стал об этом сообщать. Тоже, думаю, маловероятно. А третья?» Спросил Вероника. Виктор смущенно рассмеялся. «Третья еще менее вероятна. Но в ней есть здравый смысл. Каким-то образом эти штуковины могут прятаться». Он посмотрел сначала на Константинова, потом на Веронику. Если якутские легенды не лгут, то эти инсталляции могут уходить под землю и снова выходить на поверхность. И если это какие-то механизмы, то они до сих пор функционируют. Неважно по какому принципу, но они работают. Константинов долго смотрел на него, расплываясь в насмешливой улыбке. «Знаете, Виктор, мне кажется, еще вчера вы скептически относились к подобного рода вещам». Виктор взял снимок с изображением инсталляции. Трудно спорить против таких улик. Вероника посмотрела на них обоих. «Так к чему мы приходим в итоге? У нас есть куча информации, и что нам с ней делать?» «Разве не очевидно?» Спросил Константинов. Он взял в руки карту местности с красными кружками и пометками. «Мы отправимся туда. Организуем собственную экспедицию. Будем искать ответ сами. Эта карта не та, что была у Дятлова. Скорее всего, это государственный документ. На ней точные координаты находящихся в лесу объектов. Что еще раз подтверждает, что проводилось тайное расследование. Нам нужно только следовать указанному направлению, и все». «Искать отмеченные места», – сказала Вероника. Константинов ухмыльнулся. «Именно». «Собственную экспедицию», – повторил Виктор. «И кого вы думаете взять с собой?» «Ну, прежде всего, я и вы, Виктор. Конечно, если хотите». «Да, хочу, но не знаю, много ли от меня будет толку. А как насчет того, чтобы побыть хроникером?» «Вы можете вести полевой журнал, записывать наблюдения, реакцию членов команды. Очень важная работа, могу вас уверить». «Кроме того, именно благодаря вам в расследовании наступил прорыв. Я хотел бы видеть вас рядом с собой. Вы этого заслужили». «Хорошо. А кто еще будет?» Одно имя пришло на ум сразу. «Алиса Черникова. Она физик, работает в УПИ, очень умная». «А она захочет пойти?» – спросила Вероника. «Думаю, что да. Я много раз обсуждал с ней дело о перевале Дятлова. Она очень заинтересовалась этой загадкой». «На самом деле, Алиса уже участвовала в моей экспедиции в 2007 году. Теперь ей будет еще интереснее», – добавил он, постучав ладонью по фотографиям. «Вот, значит, нас уже трое», – сказал Виктор. «Четверо», – поправила Вероника. Константинов удивленно взглянул на нее. «Четверо? Вам не нужен будет фотограф, помимо хроникера? А с фотоаппаратом я управляюсь так же, как и с карандашом». А Виктор промолчал. Он слишком уважал Нику, чтобы начать спорить с ней перед Константиновым. Но идея взять ее в экспедицию ему не понравилась. Даже представить невозможно, что их ждет в лесу. Они идут навстречу той же судьбе, которую встретила группа Дятлова десятки лет назад. Виктор был готов на риск. Но он не хотел рисковать Никой. Краткий миг он отчаянно надеялся, что Константинов откажет ей. Но тот улыбнулся. «Прекрасная идея, Вероника. Жаль, что мне самому она не пришла в голову. Слишком меня волновало сегодняшнее открытие», – весело сказал Константинов, указывая на ворох бумаг из досье Лишина. Но тут он заметил взгляд, который Виктор бросил на Веронику. И его улыбка погасла. «Решено», – твердо произнесла Ника. «Когда выдвигаемся?» «Ну, мне нужно несколько дней для всех приготовлений», – ответил Константинов. «Я должен связаться с Алисой, объяснить ей ситуацию. Потом необходимо собрать продовольствие, оборудование и организовать транспорт. Возможно, на это уйдет дня три. После чего уже можно будет и отправляться. Но есть одна важная вещь, которую необходимо сделать в первую очередь. Он вынул ключ из конверта и поднял его вверх. Нужно пойти в Уралпромстройбанк и проверить, что лежит в сейфе». Продолжение следует...